всем привет с вами вновь анастасия и мы продолжаем серию видео уроков для подготовки к егэ к итоговому сочинению и сегодня я бы хотела поговорить о направлении победа и поражения как обычно я предлагаю вам это не сайта ниоткуда я сама предлагаю вам темы которые возможно или близкие которым попадут могут попасться на самом экзамене и так первая тема нужно уметь достойно проиграть вторая каждая победа оказывается поражением слова симоны д д бовуар третье стихи зинаиды гиппиус тебя приветствую мое поражение тебя и победу я равно люб я люблю равно на дне моей гордости лежит смирение и радость и боль всегда одно третья тема высказывание ромен ромена ролана подлинное поражение исходит не от врага от самого себя дальше поражение помогает узнать себя дальше следует научиться извлекать уроки из поражений и последняя тема характер человека определяется не тем как он наслаждается победой а тем как он переносит поражение это лишь несколько тем вот раз два три 4 5 6 7 тем предложенных естественно что вы сами можете их найти в интернете победа и поражение вводите в поисковой строке и какие-то известные высказывания афоризмы и цитаты великих людей это все и будет нашими темами опять же мы должны написать минимум 6 7 а то и 10 а то и более сочинений и расписать подробненько аргументы аргументы нужны естественно из произведений классической художественной мировой литературы то есть зарубежные также подойдут если вы считаете что такое-то произведение может подойти смело расписывайте критерий как обычно на моей стене вконтакте подписывайтесь добавляйтесь друзья чтобы иметь возможность комментировать записи под этим видео на стене будет открыто комментирование и там мы будем собирать в наш конспект не забывайте заполнять свой конспект вами расписанные аргументы может быть какие-то варианты вступлений и заключений и естественно я вам сегодня зачитываю полностью сочинение по одной теме направление победа и поражение я выбрала тему подлинное поражение исходит не от врага от самого себя высказывание ромена ролана эта тема показалась мне наиболее интересной в плане того что можно здесь написать очень красивое сочинение и сейчас я зачитываю его вам но у меня здесь размышление в первом абзаце во вступление где я пишу тезис она показалась мне очень большим вы можете естественно его сокращать но опять же у меня вот здесь вот 360 примерно слов что-то я здесь не посчитала по моему было около трехсот семидесяти поэтому если вы убираете объем во вступлении естественно вы должны восполнить этот объем где-то более подробно расписать аргументы и так читаю вам вступление по направлению победа и поражения поражение и неизбежно следующие за ним муки совести укоряющие сомнения в себе неприязнь доходящая до отвращения к самому себе эти чувства знакомы любому мыслящему человеку в той или иной мере совершивший ошибку человек и в глазах окружающих потерпел поражение но их упреки торжество врагов осуждение толпы ничто по сравнению с внутренними переживаниями именно упреки собственной совести становится подлинным поражением внутренняя жизнь человека его мысли чувства переживания видения мира неизбежно оказывают влияние на поступки подчас идеи зарождающиеся в мыслях человека разрастаются в масштабные проекты требующие осуществления так необходим лишь небольшой толчок побуждение а далее подобно снежному кому идея обретает подробности контуры взращивается план и наконец осуществляется то что человек ошибался приходит после зачастую признав внутреннее поражение человек не понимает как вообще могло подобное прийти в голову мысли рефлексия вот источник как великих открытий так и ужасающих ошибок это вступление мы видим что здесь я начала не с вопросов кстати с вопросов которые как бы толкают нас к размышлению начинать легче но здесь у меня вот была именно такая мысль то есть я рассуждала в принципе по теме что подлинное поражение исходит не от врага от самого себя именно муки совести не дают человеку потом после совершенного поступка им спокойно жить дальше и так второе мы расписываем первый аргумент то есть начинается новый абзац мы должны выдвинуть доказательства нашему тезису так например в романе федора михайловича достоевского преступление и наказание изображена настоящая драма главного героя родиона раскольникова забредшая в его голову мысль о том как спасти мир разрастается и становится идеей фикс однако герой сам не до конца верит возможность ее осуществления вспомним сон приснившийся ему накануне убийства очнувшись он с ужасом и отчаянием восклицает да неужели я возьму топор и буду вот так бить по голове однако идея словно паутина окутывает все существо героя случайные совпадения кажутся ему условными знаками ненароком подслушаны разговоры в распивочной крик за окном невольно полученная информация об на базаре о том что в таком-то часу старуха будет дома одна призывно блеснувший топор в приоткрытой двери дворницкой все это будто подталкивает родиона точно чья-то рука благородное преступление оборачивается кровавым двойным убийством и эта кровь ложится на совесть героя тяжким бременем он тут же осознает что глубоко заблуждался что идея его потерпела крах что он совершил ужасно непоправимый поступок и новые мысли терзания муки обступают его разве я старушонку убил я себя убил эти пронзительные слова идут из самой глубины души героя это первый аргумент тщательно и подробно расписаны в контексте именно нашей темы а тема у нас что все-таки подлинное поражение исходит изнутри человек сам себя наказывает так здесь я тоже хочу обратить ваше внимание чтобы у нас по критерию по одному из критериев что разнообразная речь здесь нужно очень образно писать свои мысли то есть добавлять красочные эпитеты какие-то сравнения вот здесь например вот цитирование тоже идея словно паутина направляет точно чья-то рука и не повторяйтесь как это слишком банально как точно словно будто подчас зачастую эти слова тоже нужно добавлять свою речь чтобы постоянно было разные посмотрите какие здесь есть эпитеты так не до конца верить возможность сон с ужасом и отчаянием восклицает то есть не просто восклицает а с ужасом и отчаянием так дальше словно паутина я уже сказала условные знаки ненароком подслушанный разговор невольно полученная информация призыв на блеснувший топор с приоткрытой двери дворницкой благородное преступление кровавое двойное убийство метафора здесь есть вернее это сравнение ну и метафора здесь тоже это кровь ложится на совесть героя тяжким бременем то есть фразеологические обороты какие-то украшения речи а также чтобы хорошо написать сочинение это же не только умение вот вы написали сочинение и все как бы сдали и забыли нет это все пригождается нам постоянно в нашей повседневной жизни умение красиво говорить правильно и ясно излагать свои мысли она просто приковывает собеседника с таким человеком очень интересно общаться и так второй аргумент уже у меня более так сжат потому что первый расписан достаточно второй вот просто так эпизодом и так второй аргумент в пьесе александра островского гроза также показано душевное метание главной героини катерины кабановой будучи свободолюбивой девушка не может смириться жизнью с нелюбимым мужем и властной свекровью она совершает ошибку изменив мужу и именно этот грех не позволяет ей жить дальше муки совести чашким бременем давят на нее и в отчаянии она заканчивает жизнь самоубийством то есть этот пример тоже ярко иллюстрирует нашу тему что подлинное поражение исходит одни от врага от самого себя то есть героиня совершила по тем временам это был смертельный смертный грех измена мужу и она не смогла просто с этим грехом жить а также в этой окружающей ее обстановке но прежде всего этот камень был у нее на шее на душе именно в том что она посмела изменить мужу и так пишем заключение так как вступление у нас было очень развернутое подробное большое по объему и мы посчитали слова то есть перед тем как писать заключение лучше посчитайте слова если у вас уже достаточно объем естественно заключение писать необходимо потому что это неотъемлемый атрибут сочинения рассуждения но здесь уже его можно существенно сократить и написать поменьше заключение таким образом наши рассуждения позволяют сформулировать следующий вывод подлинное поражение человека происходит именно в самом нем он сам самый строгий судья собственных поступков все то есть два предложения обратите внимание можно взять как клише для заключения фраза таким образом нас наши рассуждения позволяют сформулировать следующий вывод ставим двоеточие и пишем по проблеме не забывайте что самое главное самый главный критерий 1 соответствие теме то есть и во вступлении и в заключении мы должны говорить прямо вот словами из сформулированной темы обязательно так итак сегодня мы разобрали как писать сочинение по направлению победа и поражение повторю еще раз в комментариях на моей стене вконтакте ссылочка на мой профиль есть на ю тубе вот в шапочке в правом верхнем углу смотрите будьте внимательны добавляйтесь чтобы иметь возможность комментировать здесь будут открыты под этим видео на моей стене комментарии именно к данному направлению то есть мы собираем материал и вы мне активно помогаете очень хорошо подробненько прямо вы расписываете по первому направлению разум и чувство очень хорошо мне очень нравится там где я поставила лайк под записью естественно это нужно переписать себе в конспект таким образом мы копим базу банк аргументов собираем в тетрадочку после экзамена по сочинению итоговое когда мы напишем в декабре это все нам пригодится еще когда мы будем писать сочинение на егэ по русскому языку в мае ну или в июне ну пока поставили его на май ставьте лайк если видео оказалось полезным добавляйтесь друзья вконтакте ко мне я добавляю всех может быть не сразу но всех комментируйте видео подписывайтесь на мой канал вы найдете там массу полезных материалов к итоговому сочинению и к егэ все видео уроки которые записывала в мае перед егэ 2016 года все они подходят так как практически ничего не изменилось к егэ семнадцатого года с вами была анастасия увидимся